У нее была остановка сердца вместе с мамой при родах. Мама у нас умерла, соответственно, ребенок умер вместе с ней. Ее реанимировали. Сначала спасает маму, потом, соответственно, уже ребенка. Реанимировали, ну и у нее была гипоксия, кровоизлияние во всех органах. Сейчас Софии 9 лет, а ее воспитанием и реабилитацией занимаются бабушки по очереди и папа по возможности. Визит к врачу-ортопеду имеет конкретную цель. Девочке необходимо надежное поддерживающее устройство для ног – ортез. Итак, нам надо изготовить ортезы для того, чтобы предотвратить дальнейшую деформацию и стоять. Дни через 10, максимум 14, бабушка Ирина заберет готовые ортезы. А прежде таких индивидуальных протезно-ортопедических изделий пациенты ожидали минимум месяц. С уверенным внедрением цифровых технологий существенно сократились и сроки, и ресурсы затраты. Все, что требуется доктору Стеклову – планшет, стеклянная рамка и буквально несколько минут. Это отсканированный цветной файл. Раньше мы это все делали гипсом, а теперь гипс здесь у нас в телевизоре, в компьютере. И с этим мы будем теперь работать. Затем файл летит в докторский компьютер и начинается процесс обработки, моделирования. Далее подключаются производственные цеха. Здесь это полный цикл и на 99% импортозамещение. Все материалы и все оборудование у нас российского производства. Часть оборудования произведена в Ульяновской области, часть оборудования по городам России, по регионам. За незначительным исключением то, где мы еще пока не смогли импортозаместить. Небольшие там какие-то шарнирные соединения и так далее. Но мы ведем направление, работу в этом направлении и, скорее всего, к концу года 100% импортозамещение у нас произойдет. Собственное дело доктор Стеклов развивает с 2017-го, но прежде работал исключительно с детьми. Полгода назад в связи с большим количеством запросов начал принимать взрослых и изготавливать ортезы для них. Определенные категории больных они жизненно необходимы, поддерживают вертикальное положение и просто помогают ходить. Это посттравматические проблемы, деформации, нарушения движения у взрослых. И больше объем и процент наших взрослых, обращающихся, это пациенты с последствиями инсульта головного мозга. У данной категории пациентов, к сожалению, после данной сосудистой катастрофы возникают двигательные нарушения в руках и ногах. Каждый ортез изготавливается индивидуально. На день сегодняшний их сделано порядка трех десятков. Уже востребованы более чем в 30 регионах России и потребность постоянно растет. Татьяна Домоданова, Максим Архипов, репортер 73.